Всем привет, друзья, на связи SLT Fight News. Мы в Минске, в прайм-холле. Покажи, пожалуйста. Вот, ходят рыцари, до конца не знаем, куда попали. Ладно, шутка. Раз, два, три. Всем привет, друзья, вы смотрите SLT Fight News. Мы в Минске, в прайм-холле, на турнире NFG 11. Очень много известных бойцов нашей страны. Я очень рад, что снова мне получилось пообщаться и задать несколько вопросов нашему чемпиону Ивану Жвирблю. Иван, привет! Привет! Здравствуйте! Ну, давай начнем, тебя немножко помучаем, пока перерыв между боями. Ну, первый мой вопрос, самый главный, который волнует наверняка не только меня. Все следили за турниром «Битва на Волге», где Иван участвовал в титульном бою. И у меня даже язык не поворачивается сказать, что он уступил, но так считают судьи этого прекрасного турнира. В общем, Иван, расскажи немножечко о своих впечатлениях о этом бое. И ходит, бытует мнение, те, кто смотрел, и те, кто у меня общался, все говорят, что ты поздно включился, почему так произошло, или ты так и не считаешь вообще. Расскажи немножко по этому бою свои эмоции. Я не считаю то, что у меня был на самом деле проигрыш. Такие бои, бой за поезд должен быть 5 по 5. Были свои нюансы, почему в некоторых моментах я мог не дожать ее. Но первым делом я должен... Побеждать. Да, побеждать на самом деле. Но при этом были свои нюансы. Другой было очень обидно то, что другие были у парня перчатки UFC. Они намного совсем другие, более удобно. Но я не оправдываю, дело не в перчатках как бы. Но первый раунд просто продлили на 25 секунд. Могли бы меня добавить в третьем 25, и было бы достаточно. Ну, судя посчитали, что я проиграл, пускай будет так. Зрители, они посчитали, что я выиграл. Поэтому самое главное это для зрителей. Конечно, конечно. Мы согласны и подтверждаем. Иногда и проиграть тоже полезно, чтобы стать сильнее и сделать свои выводы, к чему тебе стремиться и добиваться лучшего. Ну, очень тяжело, очень тяжело назвать это проигрышем. А на самом деле, предваряя мой следующий вопрос, Иван уже ответил на него. Но я хотел спросить, сколько тебе еще нужно было времени, чтобы его закончить? Ну, 25 секунд. Не, ну, на самом деле, закончить осталось буквально, ну, я думаю, секунд 10, и все было бы хорошо. Но он был мертв совершенно. Ну, не было 10 секунд, ну, что поделаешь. Ну, ничего не поделаешь, ладно. Сделает меня сильнее, сейчас у меня. Конечно. Все по-другому, я недавно приехал со сборов, был в сбору. Расскажи немножечко, да, про сборы. Да, был я на сборах в Тюмени, в центре ММА. Там очень крепкие ребята, те, которые, команда РАТ у них, они много где бьются. Они мне помогали, подготавливали по борьбе, по ударке. Есть к чему научиться, есть к чему стремиться. Надо всегда себя развивать и двигаться дальше, а не опускать руки. Проиграл, ну, значит, самое главное, руки не опускать, ты должен дальше тренироваться и достичь того, чего ты хочешь. Отлично. На самом деле, очень большая мотивация у Ивана, и это очень здорово. Это лишний раз доказывает то, что мы впереди увидим очень много поев и побед. Это здорово. Ну, давай тогда закроем эту тему с этим боем. Ты правильно сказал, что зрители сделали свой выбор, и я уверен, выбор в твою сторону. Продолжим второй вопрос. Второй вопрос по приближающемуся турниру. Иглс, чемпионом Коева ты являешься, да, спасибо тебе за поезд, привезенный в Беларусь. Вот, давай немножечко по этому турниру, потому что у тебя там бой. Как ты готовишься, расскажи, где ты готовишься, ну, и как, готов ли просто выступить на все сто? Вот я недавно приехал из Тюмени, месяц назад я вежал 7-го числа, приехал я 3-го числа сюда. А сейчас я тренируюсь в своем зале топ-тима Беларусь. Сейчас у меня практически весогонка и минимальная координация по лапам. Некоторые моменты отработки минимальные, по борьбе где-то поджать, все нарабатывать. Ну, уже нет смысла себя загружать, я уже целый месяц я загружал, 2-3 тренировки. Поэтому сейчас уже, ну, минимальная подгонка веса, там, минимум осталось, там, 3 килограмма, это мелочи. И все, у нас вылет, и едем сражаться. Доказывает то, что Беларусь сильная страна. Не слабая, так скажем, мягко говоря, ребят. Вот, и благодаря Ивану это подтверждается. Здорово, на самом деле, и от меня личный вопрос, я просто, может быть, ты меня расскажешь. Титульный бой в 66 килограмм пояс будет, не будет? Да, я думаю, будет, но там сейчас бьются ребята, 2 молдаванина, Барбароши, которого я выиграл, и Валерий Мирчин. Он бился в семидесятки, но так как я сказал, что я перехожу в категорию в 66, они сделали бой за титул между ними, между местными. Ну, я считаю, это правильно, для того, чтобы бился за пояс, молдаванин или белорус. Это правильно, или белорус. Это просто будет более интересно, как бы, для зрителей, ну, в любой стране так ведется. Ну, ты бы, конечно, хотел бы стать обладателем двух поясов. А что, значит, я буду бить? Для этого я тренируюсь, для этого я двигаюсь вперед. Поэтому я не останавливаюсь, я не говорю заранее, что я буду выигрывать. У меня цель есть, я к ней иду. Прекрасно, прекрасно, ребята. Ну что, не будем отвлекаться еще надольше, потому что турнир продолжается, еще впереди много боев. Ну, поблагодарим Ивана за интервью, за то, что ответил на наши вопросы. Пожелаем ему, конечно же, в будущем только побед. Мы за тебя, правда, очень сильно болеем. И ждем в Беларуси еще пояса. Спасибо, будет. Если ждет, значит, будет. Все, значит, ждем сильнее, чтобы точно были. Всем пока. Все, спасибо.